Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все равно холодно, мне не нравится Хочу обратное лето, чтобы было тепло Можно было в футболочки ходить без всяких ветра Субтитры сделал DimaTorzok 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 У вас тоже легкие приступы, когда вы видите SQL? Да, у меня триггеросложительная работа Вообще мне страшно и больно сразу же Делаешь этот скрип? Диограмма Шесть часов Я наконец-то вышла Господи боже мой, спасибо С 10 утра я там была Мне не понравилось Да, у меня наконец-то получилось сделать ровную вот эту штуку Смотри Я тебе показываю вот эту неровную Смотри, какая вот эта неровная Ай, все, будешь, пойдем гулять Пойдем Оделась Сделала, кстати, два рукава Точнее, резинки на рукава для кардигана, который я вяжу Я сегодня иду на день рождения к Вове утром Я думаю, что некоторые его знают У меня странное ощущение по этому поводу Потому что я настолько давно не была в социуме В том плане, что я очень-очень-очень давно социализировалась прям нормально с людьми А последнюю неделю, или даже, ладно, последний месяц где-то Я каждую неделю встречаюсь либо с новыми для меня людьми Либо просто заново встречаюсь с какими-то людьми, с которыми я недавно познакомилась И это просто взрыв моего мозга Потому что я так, во-первых, устаю Как вы знаете, выходить из зоны своего комфорта бывает как бы сложновато Вот, и плюс это просто для меня очень непривычно Потому что давайте поговорим на чистоту Все мои друзья в нынешней жизни Это Илья, родители, бабушка с дедушкой Все Больше, в принципе, ни с кем особо не общаюсь Ну, то есть, может быть, мы там раз в месяц с кем-то поддержим какое-то общение Типа там с Дианой или еще с кем-то У меня нет друзей, ребята Вот такая вот я, вот такая вот Передаю всем привет Поэтому для меня это очень-очень непривычно И у меня непривычно, что меня позвали на день рождения Меня на день рождения Страшно Вот Еще я хотела показать, что я надела Я, как всегда, выгляжу как мужик Полина в своем классическом луке Огромные-огромные джинсы Это джинсы, кстати, из Uniqlo Лучшая жилетка в моей жизни Это M-Clo И футболка, хрен его знает По-моему, колюжин Ну, какая-то, короче, самая обычная футболка Сососа Вот По поводу учебы Моя первая неделя в университете меня просто убила Я не готова продолжать это Я, конечно, очень рада, что это мой последний год Но я не думала, что в последний год меня захотят все убить Просто в первый же день Потому что у меня отвратительное расписание Мне поставили пары в пятницу, в субботу Целый день То есть я прихожу в 10 утра И я ухожу, типа, часов в 7 домой Это что такое? Нет, естественно, спасибо большое, что у меня, как бы Все остальные дни недели свободны Ну, плюс там бывает, а-ля, по понедельникам-вторникам одна пара В 8 утра Нет пар у меня, в общем, по другим дням Это, конечно, прикольно, что у меня вся неделя, грубо говоря, свободна Свободна Если не считать, что у меня есть какие-то другие дела Но вчера была суббота, и я умерла Вчера я встала в 8 И мой первый прием пищи был в 3 И я немножечко обалдела Я надеюсь, что у многих есть это чувство голода Когда у них стенки живота просто слипаются друг с другом Друг с другом Мне не выговорить это И настолько это, понимаете, страшно Вот настолько Мне не выговорить Знаете, это чувство, когда ты еще сидишь дома И ты никуда не вышел У тебя ощущение, как будто это все Все твои планы Это как будто бы, ну, сказка Этого нет, на самом деле Возможно, у меня дереализация Ладно, я не уверена Возможно, я чуть больная Еще, ой, еще Мои покупки Я хочу себе красивый свитер И этот красивый свитер будет вот из такой пряжи Я ее когда увидела Я поняла, что мы с ней, ну, пойдем вместе по этой жизни Потому что, ну, просто цвет И мы с ней как хорошо смотримся Она шикарна И в итоге я заказала эту пряжу Кстати, для тех, кто не знает, где, как дешевле покупать пряжу Я бы советовала приходить в магазин физический Находить ту пряжу, которая вам нравится И после этого искать ее в интернете Потому что чаще всего в интернете Она гораздо дешевле, чем в физических магазинах И вот эту, например, я заказала на Озоне И на Озоне продают по 5 штук чаще всего Как бы понятно, что вы ее, конечно, покупаете Все равно за 1000 рублей Что немножко, возможно, больно будет Но вы эту 1000 разделите на 5 И получается, что у вас где-то 200 рублей моток Когда в магазине Вот моток, по крайней мере, этой пряжи Которая стоила на Озоне где-то 1000 с чем-то, может быть Ну, короче, она стоила 200 рублей на Озоне За один моток В физическом магазине она стоила 400 рублей Make sense, я так считаю Все, все, Полина, хватит Еще наговоришься за сегодня Все До завтра, скорее всего К новому учебному году подготовилась таким образом, что наконец-то приобрела себе стол и шикарнейшее кресло Это все, как и всегда у меня из Икеи И я в полном восторге Кресло, конечно, меня очень сильно ударило по кошельку Но оно того стоило Пила себе на днях книгу Пчелы Мне кажется, что она мне очень понравится Ну, во-первых, мне чуть-чуть понравился какой-то отрывок, который я здесь читала, пока была в магазине Потом я увидела сзади, что Пчелы — это гремящий дебют в духе рассказа служанки Но это мне не важно И Голодных игр Когда я прошла Голодных игр, я поняла, что все Это для меня, потому что я была главным фанатом Голодных игр Я помню, я прочла все книги за пять дней И я когда закончила читать, я просто плакала день Потому что у меня закончилась вся эта эпоха Голодных игр Мне было так грустно, очень грустно Вот, поэтому я в эту книгу верю Надеюсь, что она будет действительно ничего Еще из того, что меня радует, это мой диплом Потому что я на четвертом курсе Мне нужно будет писать диплом в конце этого года И я, слава богу, уже знаю, что я с ним буду делать Потому что мне очень повезло Я буду делать проект по одесайну Я буду просто продолжать свою работу над тем, что я делала в том году В том году я некоторым рассказывала, некоторым нет Но я делала проект для политеха И я составляла личный кабинет, именно приложение на iPhone Поэтому, если у вас есть возможность как можно быстрее определиться с дипломом То определяйтесь, а то потом будет тяжело Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому На ногах у меня, конечно, исключительно домашняя атмосфера Это носки, которые мне дал Вова Потому что на дни рождения я испачивала свои носки Теперь я хожу в этих дома У меня не было домашних носков, как вы понимаете Надо наконец-то его купить, наверное Вы, конечно, можете спросить, для чего мне вообще стол Ведь у меня уже есть Вот этот Это не мой стол теперь За ним по большей части работает Илья И у меня просто-напросто не было своего пространства А вот этот угол, или не угол, короче, часть стены В моей комнате очень напустовало И, наконец, сюда поместился вообще, в принципе, идеально даже Я бы сказала, вписался стол Я вообще больше не вылезаю из-за стола Я не знаю, как я жила до этого Моя жизнь поменялась с ног на голову Ну и плюс я, естественно, устала сидеть постоянно на кухне Там не очень удобно сидеть, потому что там диван И он, естественно, чуть ниже стола И это ужасно влияет на спину У меня спина болит просто невероятно Я себя чувствую лет на 40 И это все из-за того, что я просто неправильно сижу В неправильных местах И на неправильных сиденьях, грубо говоря И, ну все, наконец-то я исправила это Слава богу, спина болит меньше с каждым днем Наконец-то поменялось стекло на айфоне Потому что то, что было до этого, ну Без слез не взглянешь, понимаете Смотреть и плакать Я очень долго ходила с очень плохим стеклом Потому что мне вообще пофиг обычно И это мое классическое состояние телефона Когда он, как будто бы его, он прошел атомную войну Но здесь я уже поняла, что это просто невозможно И надо все это менять Ну и плюс меня Илья очень сильно просил Потому что он сказал, что это вообще ни в какие ворота Я серьезная тетка в конце концов В следующий раз хочу заказать себе пленку матовую Потому что у меня почему-то очень странный фетиш на матовые пленки Мне кажется, они очень красиво выглядят Но насколько они практичные Это уже совсем другой вопрос Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая педо нигде Спрашиваетني, зачем? Я спрашиваю Я спрашиваю Она забыла, как выглядит ее ежедневник. Вот такая вот она ежедневная. Он просто любил вставать в 8 утра на пару в 8.30, да? О, шмар. О, шмар. Точно больше не пойду на бары. Страшно иногда с людьми знакомиться, но это мы опустим. Это мы опустим. Я все равно уверена в себе. Я, конечно, со всем познакомлюсь, но я обосрусь 10 раз.